Какая компания идёт, так сказать, наперекор трендам в современном смартфоностроении? Правильно, Sony. В комментариях к последним эволюциям вы просили выпустить ролик о смартфонах Sony, и именно так я решил поступить. А так как смартфонов у компании из страны восходящего солнца довольно много, думаю, стоит сосредоточиться только на флагманах Sony. А в комментариях обязательно напишите, эволюции чего вы бы хотели увидеть следующей. Ну и, конечно же, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Первый флагманский смартфон получил название Sony Xperia Z, а представили его в январе 2013 года на выставке CES. Устройство получило экран диагональю 5 дюймов с разрешением Full HD. Процессором выступил топовый Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Оперативной памяти было 2 ГБ, а постоянной 16 с возможностью расширения при помощи карт microSD. Основная камера получила модуль на 13,1 Мп, а фронтальная на 2,2. Из коробки устройство работало на Android 4.1.2 Jelly Bean. Примечательно, что смартфон стал одним из первых на Android защитой от пыли и влаги по стандарту IP, а точнее IP57. Задняя часть смартфона была выполнена из стекла, что тоже было не совсем типично для смартфонов 2013 года. Кнопка включения была внезапно круглой. Корпус Sony Xperia Z неразборный. Все разъемы и слоты выведены наружу и спрятаны под заглушками. В сентябре 2013 года свет увидели смартфоны Sony Xperia Z1. Устройство также получило экран диагональю 5 дюймов с разрешением Full HD. Процессором же тут выступил Qualcomm Snapdragon 800, а оперативной и постоянной памяти оставалось столько же, сколько было в предыдущем флагмане — 2,16 гигабайт соответственно. А вот основная камера получила внушительные 27 мегапикселей, а фронталка 2. Xperia Z1 поставлялась в предустановленной версии Android 4.3 Jelly Bean. Помимо собственной Xperia Z1 была еще Z1 Compact и Z1 S. И если Z1 S — это просто версия с поддержкой LTE, то Z1 Compact — это пример того, как надо делать младшую версию смартфона. Уменьшаем экран и емкость аккумулятора, а остальное просто не трогаем. И вуаля — уменьшенная версия флагмана готова. А еще, если мне не изменяет память, тогда же показали внешние Bluetooth-объективы — Sony QX10 и QX100. Очень самобытное решение, которое было к тому же удобное. Но, увы, Sony свернуло производство внешних объективов. 24 февраля 2014 года на выставке МВЦ компания Sony представила новый флагманский Sony Xperia Z2. Он получил 5,2-дюймовый Full HD дисплей с технологией LifeColor LED, которая позволяла улучшить цветовую палитру и сделать цвета более естественными. Сердцем стал Qualcomm Snapdragon 801 с графикой Adreno 330. Пользователям доступно 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней. Разумеется, присутствует возможность расширения хранилища при помощи карты памяти формата microSD. Основную камеру обновили, теперь используется Exmor RS с разрешением 27 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 2,2 Мп. Из коробки гаджет работал на базе Android 4.4.2 KitKat. Особых отличий от предыдущих моделей серии у Sony Xperia Z2 нет. С виду это практически тот же Z1, только во многом улучшенный. Смартфон обзавелся более мощным однокристальным System on Chip. IPS-экраном, новые батареи, улучшенные работой камеры и двумя стереодинамиками, переехавшими на фронтальную сторону. К тому же исчезли пресловутые пленки защитного стекла экрана. В сентябре 2014 года анонсировали новый флагманский смартфон Sony Xperia Z3. Новинка получила 5,2-дюймовый Full HD дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 801, оперативной памяти 3 ГБ, внутреннего хранилища 16 или 32 ГБ. По камерам все очень схоже с Z2. Основная на 20,7 ГБ, фронтальная на 2,2 Мп. Из коробки гаджет также работал на базе Android KitKat, только версии 4.4.4. И этот аппарат в какой-то степени можно даже посчитать очень скучным, ведь он мало чем отличался от Xperia Z2. По сравнению со своим предшественником, габариты новинки уменьшились, в частности Xperia Z3 стал тоньше на 0,7 мм. Обновленный дизайн назвали Omni Balance, смартфон пытались сделать максимально симметричным. К слову, несмотря на то, что Z3 и Z2 похожи, старший Z3 обладал чуть более ярким дисплеем. В мае 2015 года нам показали долгожданное продолжение. И вы, должно быть, подумали, что это Sony Xperia Z4, верно? Но нет, точнее, не совсем. В Японии аппарат продавался с логичным и понятным названием Sony Xperia Z4, но только не у нас. Нам пришлось довольствоваться названием Sony Xperia Z3+. Диагональ дисплея 5,2 дюйма, разрешение 1920 на 1080 точек. Сердцем смартфона выступил Qualcomm Snapdragon 810 с графикой Adreno 430. Оперативной памяти 3 гигабайта, встроенной 32 с поддержкой карт памяти microSD объемом до 128 гигабайт. Основная камера получила разрешение 27 мегапикселей, фронтальная 5. Работал гаджет на базе Android 5.0 Lollipop. Акцент в данном флагмане поставлен именно на возможности камеры и качестве звука. И если со звуком проблемы Sony никогда не было, то вот с фотовозможностями они всегда уступали конкурентам. И это странно, ведь поставщиком сенсоров для многих смартфонов является именно Sony, а значит проблема в софтверной части. Увы, но даже сейчас актуальный флагман Sony не занимает какого-то выдающегося места в том же рейтинге DxOMark, например. 2 сентября 2015 года на выставке IFA в Берлине миру показали продолжение флагмана Sony Xperia Z5. Новинка получила 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Процессор все тот же, знакомый многим по Z3 Plus. Qualcomm Snapdragon 810. Оперативной памяти 3 ГБ, а объем внутреннего хранилища 32. Основная камера получила разрешение 23 Мп, фронтальная 5. Из коробки гаджет работал на базе Android 6.0. К слову, помимо Z5 представили Z5 Compact и Z5 Premium. И все внимание было приковано именно к премиум-версии. Смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 3840 на 2160 пикселей, то есть 4К. Все три новых флагмана Xperia Z5, Z5 Compact и Z5 Premium получили сканер отпечатка пальцев, который находится не в кнопке под экраном, либо специальном окошке на задней крышке, а встроен непосредственно в клавишу включения на правой грани. Утверждается, что время автономной работы всех трех смартфонов составляет до двух дней в смешанном режиме. Этому способствует фирменный энергосберегающий режим Stamina. Приятным дополнением стало наличие технологии Qualcomm Quick Charge 2.0, которая позволяет использовать смартфон в течение пяти с половиной часов после 10-минутной подзарядки с помощью сертифицированного зарядного устройства Quick Charge 2.0. И если вы думаете, что продолжением стал Xperia Z6, вы глубоко ошибаетесь. В феврале 2016 года мир увидел продолжение флагмана Sony Xperia X Performance. Диагональ экрана 5 дюймов, разрешение Full HD. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820. Оперативной памяти 3 ГБ. Встроенной 32 с возможностью расширения до 200 ГБ при помощи карты памяти microSD. Основная камера 23 Мп, фронтальная 13. В версии Android 6.0.1. Смартфон является полным преемником предыдущей модели данной линейки с точки зрения дизайна. Все на месте, и скругленные края, и сочетание металла и стекла. Выглядит дорого, качественно, стильно и знакомо. Задняя крышка Xperia X Performance выполнена из металла и имеет текстурированную поверхность. Боковая рамка имеет слегка закругленную форму и также выполнена из металла. Передняя панель прикрыта защитным стеклом с загнутыми по всем сторонам краями. Из других особенностей стоит выделить сканер отпечатков пальцев кнопки включения и отдельный ЦАП, отвечающий за высокое качество звучания аппарата. В сентябре 2016 года нам показали Sony Xperia XZ. Экран получил диагональ 5,2 дюйма с разрешением 1080 на 1920 пикселей. Процессором выступил Qualcomm Snapdragon 820, оперативной памяти было 3 гигабайта, а постоянной было 2 модификации. Версия смартфона с одной сим-картой получила 32 гигабайта накопителя, а версия с Dual SIM получила целых 64 гига. Основная камера имела сенсор на 23 мегапикселя, а фронталочка 13. Из коробки на устройство была предустановлена версия Android 6.0.1 Marshmallow. Xperia XZ выполнен в духе предшественника, но переходы между фронтальной и тыльной панелями сейчас очертаны не столь резко, боковые грани еще больше закруглены. Такую стилистику Sony назвали Unified Design. Корпус Xperia XZ изготовлен из алюминиевого сплава, при этом смартфон относится к категории защищенных. Степень защиты IP68. Крутым техническим новшеством стал лазерный автофокус, который позволяет отслеживать расстояние до объекта и еще эффективнее фокусироваться в условиях недостаточной освещенности, а еще значительно ускоряет фокусировку в обычном режиме. В феврале 2017 года миру представили Sony Xperia XZs. Гаджет получил 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD. Процессором вновь выступил Snapdragon 820 оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной так же, как и в предыдущем XZ – 32 на одну симку и 64 на две. Основная камера имеет сенсор 19 мегапикселей, фронтальная на 13 мегапикселей. Из коробки Xperia XZs работал на версии Android 7.1. Нуга. Sony Xperia XZs – обновленная версия модели Xperia XZ, о чем говорит как приставка S в названии новинки, так и идентичные размеры и дизайн. Если Sony Xperia XZ Premium является действительно новым девайсом, то в данной модели главный акцент делается на улучшение некоторых технической составляющей, без каких-либо кардинальных новшеств в остальном. Новые расцветки, камера Motion Eye, более свежая версия системы из коробки и еще пара косметических изменений – это главные нововведения эски. В августе 2017-го показали Sony Xperia XZ1. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920х1080 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также устройство получило 19-мегапиксельную основную камеру Exmor RS Motion Eye с записью видео 960 кадров в секунду и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Предусмотрен гибридный слот, можно использовать либо две сим-карты, либо сим плюс microSD. Предустановленной операционной системой стал Android 8.0 Oreo. При первом взгляде на смартфон Sony Xperia XZ1 мы не видим ничего нового, ведь общая концепция Loop Surface никуда не делась. Но тех косметических изменений, которые все же имеются, вполне достаточно, чтобы, держа смартфон уже непосредственно в руках, понять, что это что-то новенькое, хоть и имеет семейное сходство со стареньким. Боковые грани и задняя крышка теперь являются одним целым элементом, изготовленным из алюминия, что придает еще больше монолитности конструкции. Фронтальная часть покрыта 2,5D-стеклом Gorilla Glass 5. Из новой функции акцент ставится на 3D-сканирование. С помощью камеры и приложения конструктора моделей можно отсканировать лицо и голову человека, продукты и прочие несложные объекты. После полученную модель можно использовать для создания стикеров, поделиться ей в социальных сетях с друзьями и сделать анимацию. Можно было даже распечатать ее на 3D-принтере. В феврале 2018 года нам показали логичное продолжение флагмана Sony Xperia XZ2. Тут ставки начали расти и гаджет получил экран с диагональю 5,7 дюймов, а вот разрешение подросло аж до Full HD+. Процессором смартфона выступил Snapdragon 845, а оперативная память получила вариативность либо 4, либо 6 ГБ. Накопитель же был на 64 ГБ. Основной модуль получил сенсор на 19 мегапикселей, фронталка же была на 5. Из коробки устройство работало на Android 8.0 Oreo. Sony Xperia XZ2 получил безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5. Дизайн телефона существенно отличается от своих предшественников. Ранее флагманы Sony имели лупсерф из дизайн, стекло переходит в металлические грани. При этом были четко выражены верхние и нижние углы устройства. Новая концепция Sony получила название Ambient Flow. Симметричный корпус из 3D-стекла, выпуклая задняя крышка и никаких острых граней. Везде плавные переходы. В том же 2018 году, а точнее в августе, вышел Sony Xperia XZ3. Срок жизни флагмана Sony официально сократился до полугода. Устройство получило 6-дюймовый экран с разрешением Quad HD+. Процессор обновили, теперь сердцем смартфона стал Snapdragon 845. Оперативной памяти было либо 4, либо 6 гигабайт. Постоянной памяти предоставили 64 гигабайта. Основной модуль камеры получил сенсор на 19 мегапикселей, а фронтальный на 13. Поставлялся девайс предустановленным Android 9.0 Pie. Новинка выделяется в первую очередь изогнутым дисплеем OLED с относительно тонкими рамками, впервые в серии. Таким образом, Sony, которая не так давно присоединилась к тенденции на двойные камеры, решила больше не противиться моде на экраны 18-9. Вдобавок к фирменным технологиям 3Luminos и X-Reality поддерживается функциональность Always-On-Display, которая позволяет постоянно отображать на экране какую-то полезную информацию, например, время, дату и уведомления. Другой особенностью Sony Xperia XZ3 стала технология Sidesense. Как можно догадаться из названия, это система управления на базе жестов. Посредством нажатия на края изогнутого экрана можно вызывать различные действия и функции меню. Нечто подобное есть у смартфонов HTC, только там чувствительными к нажатиям являются грани самого смартфона. В 2019 году, а именно в мае, свет увидел Sony Xperia 1. Гаджет получил потрясающий 4К-экран соотношением сторон 21 к 9 и диагональю 6,5 дюймов. Устройство ездит на Qualcomm Snapdragon 855, имеет 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера получила три сенсора по 12 мегапикселей каждой, а фронтальная — 8 мегапикселей. Из коробки смартфон работает на базе Android 9 Pie. И это вполне самобытный и крутой девайс. К слову, презентации этого смартфона можно найти во всплывающей подсказке в правом верхнем углу. Впервые для Xperia реализован звук Dolby Atmos двумя стереодинамиками. Функция Game Enhancer оптимизирует производительность смартфона и блокирует нежелательные уведомления, позволяя записывать ход игры и находить советы. Система X1 4 Mobile на базе технологии Bravia обеспечивает дополнительную яркость и превосходную детализацию изображения. Богатая палитра оттенков достигается благодаря поддержке 10-битного кодирования градаций цветов. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3330 мАч. Смартфон поддерживает технологию Smart Stamina, Battery Case и Xperia Adaptive Charging, оптимизирующие энергопотребление. Но и повторюсь, пожалуй, самым необычным стало именно соотношение сторон экрана 21 к 9. А пользуетесь ли вы продукцией Sony? Телевизор, плеер, игровая консоль, что угодно? Думается мне, что мы недооцениваем уровень присутствия этого бренда в наших жизнях. И это круто, ведь устройства на самом деле очень качественные. В любом случае, ваши мысли по этому поводу я, как и всегда, жду в комментариях. Обязательно их все прочту. А чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку на него и на мой инстаграм вы найдете в описании видео. Как только в телеграме соберется тысяча человек, я обязательно проведу среди них розыгрыш чего-нибудь крутого. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста, меня зовут Кирилл, до скорого!